алена прайс после приобретения одного из ваших набросков темперой захотелось самой порисовать в подобной манере приобрела два урока рисунок карандашом и темперой после просмотра многое стало понятно всем советую онлайн уроки славы спасибо большое кстати я подумал что скидку нельзя не продолжить потому что рождественские праздники на носу так что до восьмого числа до часу ночи продолжаем эту акцию 25 процентов на все уроки ну и дальше сижу теперь два дня рисую по фотографиям кайф наслаждение а завтра иду рисовать живую модель интересно что получится планирую прислать вам на разбор и кстати присылайте на разбор ваши работы только нужно и работу и фотомотива вопрос есть ли смысл рисовать писать фигуру человека по фото поможет ли это при рисовании с натуры или это бесполезное занятие в этом плане только навык рисования с фото развивается но нужен конечно опыт чтобы по фото лучше всегда же есть кто-то близкий попросите посидеть там я не знаю 15 минут раза в день это будет такой прогресс но будут разные ракурсы разные положения делаю кстати делаю урок по такой не урок а целую серию это будет нам 10 уроков в одной серии по рисунку головы и это сильно поможет разобраться я в этом уверен потому что сам проходил через это и были недостатки в обучении академическом хочу помочь вам их преодолеть я бы алена порекомендовал так вот положили книжку бамоса с какой-нибудь я не знаю частью но с кистью руки и взяли попросили модель вы ее изучили как все устроено и потом у живой модели порисовали тогда будет мне кажется наибольший толк или это касается головы там же фигура человека у бамоса там в любом положении возьмите то же самое но книжка у вас будет как шпаргалка вы будете подсматривать где как устроенные что зачем следует и что из чего растет главное нарисовать не не схожесть не по не сходство а форму объемы трехмерные это очень важный момент но то что вы видели в онлайн этих уроках по по рисунку там есть структура вот структура это важно самое важное а как штрихи тенюшечки наложить это второе дело главная форма объем в пространстве кстати о рисунке еще раз напомню что есть еще места на 8 января это рисунок модели вот будем изучать структуру фигуры обнаженной женской в простых и сложных ракурсах перерисовать эти объемы связывать это все я уверен что это будет очень полезную ну семинар для тех кто изучает форму человека а почему форму человека обнаженного тем более потому что это самая сложная форма вообще в природе и научившись ее рисовать мы научимся уж домик то нарисовать деревце это уж мы сможем на раз а 15 января мы поработав основательно над конструкции 8 15 пишем темперой или гоши можно акварелью там тоже будем изучать естественно конструкцию но это будет живописный класс тоже обнаженная модель женская присылайте свои заявки сразу на вот сап я сформировал там две группы и включу вас в чат тут такое дело юноша страдает депрессии нужно помочь включать в обсуждение сергей я сколько себя помню всегда хотел быть художником но не получил нормального образования о чем сильно жалею уже больше 20 лет болею депрессии она сделала меня из тонко чувствующего и внеспособного эмоционально и чувственно воспринимать красоту и гармонию во всех его проявлениях это касается восприятия музыки живописи и прочих искусств то есть не чтобы не зазвучало там звучит например лунная соната бетховена вы еще в животу депрессии фигня это соната в небо мурку тогда надо слушать так теперь я не могу как и прежде в полной мере получать удовольствие от живописи чужой собственной в общем я стал в какой-то мере бесчувственным человеком поначалу эта утрата долго меня мучила а потом я постепенно как-то смирился и мне стало чуть легче к тому же я большую часть своей жизни писал только то что можно легче продать ну понимать конъюнктуру и это мне никогда не нравилось и не удовлетворял конечно нужны были деньги на на жизнь поскольку все свое состояние не мог работать в другой сфере хоть и пробовал много раз но в итоге возвращался опять к такой живописи да и не могу бросить это совсем боюсь без этого мне станет хуже это как спасательный круг психологически держит меня на плаву хоть это нельзя назвать искусством может ли человек с неспособностью получать радость от жизни вообще от искусства в частности быть художником чем я могу помочь самому себе в этом положении мне уже 57 пацан по сравнению со мной на 7 лет дешевле но у серёжа надо идти в зал химию тела нужно надо полюбить себя мотивация нужна мощная и ближних попросите помочь иисус же говорил чтобы возлюбить ближних как самого себя то есть на первом месте самого себя а сам ты это значит что это слияние с силой красоты и мощностью и величием мироздания то есть мы не отделим от этого значит это в первую очередь возлюбить надо на мой взгляд очень сильно помогает выходу из этого вот такого отупения тамоса маленькие шажки встать к окну подойти посмотреть снег идет сейчас красиво а то есть вы не чувствуете это на плохо снег идет мощно опять снег идет ну ладно допустим так ну методом маленьких шажков я бы рекомендовал очень пойти в фитнес в зал если есть возможность если нет значит дома или вот как-то начать ходить вокруг я не знаю деревни снег чистить вот снег даже почистишь уже бодрость такая хорошее настроение ну а в зал это совсем хорошо это связано напрямую с кровообращение то есть в таком теле в томастичном она крошка медленно движется по сосудик а ее надо заставить взбодрить встряхнуть немножко покачал гирьки и сразу радость в жизни такая и так через день походить а поскольку возникает мышечная радость в теле вы начинаете любить себя через это просто нужно сделать первый шаг потом чуть больше но нет возможности фитнес приседать по отжиматься и так далее вы же сами понимаете но главное чтобы запустить кровообращение на новый уровень чтобы побыстрее там гонялось все будут вымываться всякие депрессные вот эти вот из клеточек всякий шлаг а за место будет кислород запитывать вот эту бочку уверен что вы не ходите к тренажерам но если я ошибаюсь то поправьте меня потому что если выходили не было бы депрессии откуда она возьмется раз так нужно попробовать по-другому вы уже 20 лет пробовали вот в этой страдать в этой муки в этой жуткой надо просто попробовать больше активности ведь человек это самодвижущийся механизм такой самосмазывающийся вот самодвижущийся экипаж если телега стоит долго у него вся эта смазка вот это обрастает пылью и не прокрутишь эти суставчики она не поедет вообще не поедет а чем больше телега ездит по кочкам она сама смазывается там у нее солидол вот это внутри эти патчта подшипников не было кстати у нас то есть так вот кровообращение запускает все механизмы которые смазывают все косточки и все сразу играет забудете про депрессию сразу как только почувствуете физику с физики надо начинать и потом это же заразительно друзей заразит они гастрюга пойдем выпьем закворя а вы говорите нет у меня пробежка и раз вокруг деревеньки 30 кругов не на 10 километров они посмотрят а через какое-то время и сами присоединяться это заразительно когда увидят что вы горцуете не ну кроме шуток надо помочь сереже друзья давайте включайтесь этот урок посвящен тепло холодности в пейзаже написан он в риге киш озеро кафе на воде и очень тонкие отношения холода воды небо к тени на досках на этом дощатом мостике на земле свет который падает на мостик на землю на 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 саму это постройку на деревянные кафе это очень интересная задача как-то у мане спросили какой сюжет вы пишете он он сказал единственный сюжет во всех картинах это свет вот писать свет это очень интересно и очень сложно посмотрите как это делалось не обращайте внимание на на шутки я человек веселый всегда эта атмосфера мастер-класса она аутентична она вот живая это за всеми этими шутками есть работа обращайте внимание на то как делается как достигается эффект присутствия эффект светоносности этого пейзажа это очень важно мне кажется вообще смотреть как работает художник почему я и затеял эту школу важнее этого ничего нет фешин который не знал языка английского делал мастер-классы постоянно и считал что что то что художник показывает студентам это важнее всех слов мира который существует можно без слов это проводить я буду очень рад если вам урок этот понравится пишите нечто подобное и присылайте мне на видео разбор так будем двигаться дальше а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok